всем привет у меня хорошая новость я дошила наконец первую вещь из принтованной ткани которая у меня ушла под кодовым названием китайский принт и если вспомнить что сначала я хотела шить длинную тунику а потом от этого отказалась я в двух словах объясню почему я сделала выбор именно в пользу короткой куртки все дело оказалось в пропорциях туника от кристины суповой была длиной до колен примерно один метр над ней при этом возвышался яркий капюшон и еще одно пятно это были брюки и вот эти цветовые пятна они ломали пропорции и принта казалось много слишком много и он прям кричал ситуации с бомбером принт занимает примерно одну треть фигуры и две трети это однотонные брюки и таким образом получается пропорции золотого сечения что наиболее приятно нашему глазу так вот исходя из этого я и подбиралась чем я буду этот бомбер носить то есть в первую очередь это однотонные брюки это джинсы причем обратите внимание если узкие джинсы загнуть как мы носили это год назад снова пропорция ломается ноги становятся короче и хочется все рассказать обратно чтобы многие были длинные и еще один нюанс у меня есть вот такой красивый зеленый сатин и я рассчитывала что я сделаю из него юбку в стиле бельевом стиле и буду носить возможно с этим бомбером но я приложила этот сатин к себе даже если вот стремится к нужной пропорции 1 3 2 3 да то эта юбка ну совсем никак не смотрелась на мне почему оказывается что вот у юбки трапеции силуэт такой что низ расширяется и просится чтобы была обозначена талия вот здесь вот она скрыта под курткой ну в общем понятно что юбку шить к этому бомберу я не буду и немного о пошиве самой куртки ткань спиринтом у меня это футер двух нитка она достаточно плотная но в то же время мягкая и пластичная форму не держит совсем но для меня это было не так важно я продублировала все срезы долевиком и полностью продублировала подборд изделия куртку сшила на обычной машинке посадила все на подкладку причем я хотела чтобы куртка не сильно походила на куртку а больше походила на жакет поэтому не стала ставить резинки на манжеты и резинку вниз а горловину вообще обработала не кашкарсе арибаной потому что она больше похожа на обычную ткань и из удобства еще есть два вместительных кармана на молнии они по бокам и в них спокойно можно складывать телефон и не бояться что он выпадет впереди у меня новый эксперимент есть принт с бульдожками и ракетами и я теперь очень тщательно подбираю что я буду шить модель именно чтобы ткань не кричала чтобы ткань меня не перебивала чтобы я не выглядела в этом плаще который я запланировала комично и поэтому продолжаем эксперименты оставайтесь со мной до свидания